всем привет дорогие друзья дорогие подруги здрасте бритьё 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 сегодня без почти бритья без поболтушек потому что принципе то там все обсудили подведение итогов по предыдущему я думаю наверно все это нужно будет совместить заключительным словом поэтому не будем тянуть помазок за хвост вы на крупный план смотрите что там да как а я приступаю к подготовке догоняйте вот парни дошла очереди до 0 69 головы которая может поставляться точно такой же коробочки как и все ее предшественники запаяны в термоусадку служащий для сохранности а также контроль первого вскрытия открываем коробка уже показывал софи тиразов логотип компании адрес магазина название канала сбоку обязательно будет прозрачная нашлепка с названием станка сделано в россии с гапом и обозначением финиша в данном случае сатин финиш открываем магнитную защелку и тот самый паспорт гарантийные обязательства наш станок станок старт трехсоставной как и все его собратья с этим финиш обозначает что половина ручки будет середина вернее и записка струй на края просто металлические также как и записка струй на нижняя плита откручивается резьба стандартная м8 шагом 05 снимаем плиту на нижней части вся необходимая информация название станка гап серийный номер название канала и сделано в россии точно также вся записка струй на обратите внимание сохранились те же самые пиноотводы с этой стороны только пазы под фиксаторы лезвия больше ничего верхняя плита полностью такая же как и на всех остальных станках с этой стороны лезвия которые сегодня будем использовать фирмы к и самое лучшее лезвия на этом станке для меня физер к и для меня интереснее чем физер поэтому я хочу его поставить лезвия один раз уже хуже на ставим второй раз для тех кто думает что это хуже для обзора ребят я с вами не согласен к и тянет достаточно долго так что ничего мы здесь с вами не нарушим закрутили до конца вот ведь либо дошла до конца все что нам осталось это просто провернуть все дальше крутить уже не нужно посмотрим на вылет все нормально все хорошо помазок помазком сегодня воспользуемся от фирмы яйки на прошлом обзоре вы могли видеть работу барсучка байк баджер и сегодня благодаря тому что это не простой помазок разборный мы с вами поменяем голову и поставим синтетику габариты самого помазка его вес и прочее прочее не меняются перестановки узла размеры все те же самые и вес единственное что поменяется конечно качество самого морса на барсука натурального сменили на синтетику этим помазком вот именно в такой форме шашечки потому уже брились мне он чрезвычайно понравился импонирует и это тот редкий случай когда можно сказать что мне и шашечки и ехать тут все вместе все совпадает помазок мне очень понравилось как отработает сегодня в обзоре совсем скоро мы узнаем ну и не могу не отметить что яки продолжают радовать все-таки два вот этих вот помазка предлагать в одном флаконе и все это за какие-то несчастные сколько там тридцать тридцать два доллара но это это подарок об этом еще поговорим чтобы не отвлекаться основной темы обзора сегодня будет старый добрый даже не мыл а крем который называется лакс и шарин крим english рост от компании волос x old original это как раз то что любимая у меня подрезала использовать сама здесь не нужно никаких навыков здесь не нужно никаких семи пядей во лбу все что здесь нужно это взять помазок зачерпнуть чуть-чуть слегонца ослабиться и кайфовать ребята поверьте есть отчего это и запах и качество текстура и работа здесь все просто прекрасно за все то время и долгие месяца что любимая меня пользуется этим кремом не было ни единого на миг замечания я боюсь когда вот кончится эта штука что мне еще будет надо будет предлагать возможно в некоторой степени конечно выручит тейлор потому что они где-то вот созвучно это вот одна такая какая-то тема шикарно шикарно запаховой составляющей и по составляющей бритья поэтому сегодня будет old original от волос x english роз плюс ко всему хотел бы сделать акцент еще и на новом изделии от компании яки настолько горячая новинка что совсем скоро они должны уже появиться в продаже за к совершенно смешные цены это вот вы сейчас можете видеть то что представитель яки не ответил я так и не разобрался это цена за две штуки или за одну но хоть так хоть в том хоть том варианте все равно достаточно дорогое изделие сделано из металла но это не нержавейка это что-то другое вес его колеблется от 59 до 64 грамм зависимости от того что будет видите здесь все таки выемочка есть во всем остальном и от практически схожие выпускается в двух цветовых решениях черная и вот такой вот стального цвета плюс некоторых из них вот будет еще вот такая выемка шириной сейчас скажу 13 7 миллиметров что позволит вам спрятать много-много всего интересного так когда и тут с трудом лежит зато все остальное так хорошо так циркончик великолепно булава тоже шикарно ну и конечно же все это будет проходить сюда кроме а кардана так не в последнюю очередь давай все все проходит все нормально и компания не забыла свою стилистику здесь дундышка она разместила свой логотип и сделала отверстие для того чтобы лишняя влага отсюда могла уходить из серии докопаться да ребята все таки нашел по эстетике по внешнему исполнению по формам и здесь все нравится в принципе это все хорошо все нормально за исключение вот этого момента так здесь ничего здесь вот здесь такой на эти вот прям за что зацепиться весь опять пойдет а вот здесь вот так вот лучше не делать такая знаете чувствуется то ли облой то ли заострено что-то такое не критично и не думаю что кто-то из вас будет брать эту подставку или вот так вот натирать здесь и наглаживать но все-таки хотелось бы чтоб даже этого не было но такие деньги конечно на это можно забить не вспоминать не сказать об этом я не могу потому что есть люди для которых наверняка это будет важно такой сегодня с этой подставочкой так у нас сатин ну пускай будет вот так вот универсальную и попробуем добыл бритья у нас была возможность еще и так класть станок а на закуску други мои у нас будет лосьон лосьон после бритья и не простой просто какой-то там лосьон лосьон парфюмированный с уклоном в парфюм под названием латер лосьен роз де пушкар который совсем недавно несколько минут назад я вытащил из посылки который получил от дмитрий алексеевича свежка орала дима огромное тебе спасибо за это этот лосьон интересен по многим позициям в том числе и по продажам я полчаса потратил на то хоть что-то бы чтобы найти за этот лосьон но традиционного многие другие нашел а вот именно этот так найти не смог но тем не менее мы сегодня будем пользоваться и очень хочу выценить вот такая а сегодня крем и как бы взбивать то чё там зачеркнул на лицо да в путь поэтому давайте сразу начнем с компресса чуть-чуть распарим а потом по мазочкам и поехали компресс пока сидел на компрессе пялился на всю эту лепоту которая стоит на полке и буквально по каждой из них пробежала какая-то мысля но но потом заключительно все это обобщим и так крем надеюсь любимая меня не кастрирует и ничего со мной не сделать за то что чутка у него спер но ради хорошего дела этот крем не случайно сегодня выбран потому что это самая лучшая роза которая есть в моем арсенале именно поэтому я поделился им с любимой и плюс ко всему лосьон помните сегодня какой будет вот именно вот так вот хочется и скомпоновать посмотрим они дополняют друг друга или начнут конфликтовать и как это все будет вот будем совмещать и так крем по мазком все легко и просто убрали лишнее крем ну вот так пожалуй нам будет и для начала достаточно потом если что доберем это тот самый помазок именно его я выделял за характер он не размазня в расщеперку его будет вывести непросто хоть многие говорят что у вас сам производитель не рекомендует расплющивать свои помазки ребят новую они обязаны это делать ограничивать предупреждать но мы с вами делаем так нам удобно да есть люди которые так на постоянку работают как кистью ночью нет то есть есть но не будем же отрицать что есть люди которые вот так вот любят и и пошел о какой я красавчик весе себе полглаза мастя была быстрой и жестокой так ладно поехали воды чуть-чуть добавлю пока мне все нравится как прочим раньше этот крем полностью устраивает меня полностью устраивает любимую и хорош хорош 069 продолжу обучение ну надеюсь в этот раз не по количеств как 0909 помните я там попытался одну сторону новым способом побрить и чем это закончилось там расквасил себе но сейчас вот еще раз попытаюсь кстати к удивлению своему обнаружил по вашим же комментариям что многие из вас оказывается практикуют такой способ я то думал что александр тернавский мне что-то открыл ну да это он открыл на самом деле многие из вас этим пользуются вот ребята интересно и кстати ни один и не два сказал что когда так делают короткими штришками обычно работают от верхней плиты пофигу какой станок вот сегодня попробовать то вот этот ваш совет взять на вооружение молодежь кто не знает как бриться от гарды кто не знает как от плиты от гарды ставите станок и пока лезвие не коснется от крышки ставите станок на крышку и пока лезвие не коснется и это и будет два способа от гарды от крышки вот и все ну интуитивно там уже во время бритья будете просто руку сами подгонять там ничего сложного так запись работает нормально так ну увидел же что болтается вот не чтобы снять и и и и и и и и Одна сторона готова. На второй стороне, наверное, буду как привычно. Скольжение у крема вполне себе. Ручка дает полностью сатисфакцию. Подставки лежит очень удобно, не колошатся. Смотрите, вот так вот поквал. Но это удобно. Удобно даже, я сказал, может это чувство новизны. Даже интереснее, чем вот так вот его просто втыкать. Вот. Ну да, можно и так. Но так подручнее, быстрее. Но все зависит от подставки и вашего станка. Возможно, так будет ручка царапаться. Но этого только время покажет. Так-то сразу и не скажешь. Первый проход пену выдержал с успехом. Нравится она мне и на второй проход. Вот так. Вообще сейчас удивлен, что вулфиксы сделали такое. Ну прям. Помазки – да. Но тот крем – хорошо, хорошо. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так бы я сказал Еще чуть-чуть воды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 50 евро за 100 миллилитров пошли хорошо проводочек зацепился вообще когда хорошо бреешься вы наверно сами замечали частенько чувствуете как улучшается настроение какая-то ну я не знаю благодать прям внутри расходится и просто приятно приятно от того что ты сделал приятно от того что ты получил на финише и это приятно имеет настолько мощный заряд настолько мощную силу что даже если во время бритья что-то у тебя не получилось что-то не вышло где-то что-то ты там себе зацепил разнес еще что-то там то в конце когда уже все успокоится когда ты уже на финише в груди своей порвал эту ленточку и ты уже все последние штрихи дойдет все равно хорошо вот настолько хорошо еще ни одного бритья не помню тэшкой ни одного бритья клинком чтобы найти внутри какая-то заноза сидела единственный один единственный раз был такой когда я брился не выточенной бритвой и на финише я просто отдохнул с облегчением там не было никакого удовольствия но это был единственный раз а все остальное просто кайф просто кайф да вы сами знаете что я вам рассказываю и так на первых сен роз д д д д д д д чё там д здесь вот написано д я не сильно во французском давайте попробуем нанести это чудо дмитрий прислал вот этот вот флакончик сколько он 5 миллилитровый ребята стоит себе чудо как космолёт 50 евро за 100 миллилитров и не путайте у леопериару люсиен есть просто лосьоны для бритья а есть парфюмированные они идут большой квадратной стеклянной бутылки и выглядят совершенно иначе те которые просто лосьоны это тоже стекло или пластику можно уточнить но круглые и вытянутые это совсем другая песня вот сейчас и попробуем роза роза соединяем ты где спиртовый ой да да а дмитрий то не надо не навыдумывал так оно и есть ребята я не знаю как это объяснить короче перед обзором я разговаривал дмитрием в ватсапе и дмитрий сказал что говорит на сегодняшний день это самый лучший лосьон после бритья которые ему больше всего нравится вот для него на самом деле на сегодняшний день лучше нет у него это на пьедестале номер один потому что помимо его уникальных свойствах которых я сейчас расскажу у него будет еще великолепные уходовые просто гри там вот такие уходовые ну ладно я его услышал думаю что будем бриться посмотрим ребята это все чувствуется чувствуется все то о чем рассказал дмитрий на руках вот даже несмотря на то что они наносила перед все это он нанес распылителем после того как вы прикасаетесь вы чувствуете что там не просто лосьон а что-то в нем есть как и во многих других скажите вы будете правы но вот это то что вы будете чувствовать она гораздо быстрее впитывается и вот так уже которые сейчас получают которые чувствуют которые сиза я больно ребята кайфовая липкость уже практически нет и провожу рукой по бархату есть не липкость есть некая влажность может быть это из-за того что кожа сейчас увлажняется или еще что-то но вот это приятно это очень приятно это прям по кайфу это знаете это вот когда вы без забабашите себе вот это вот все на лице и потом вот этим пройдете это вот у вас будет просто тройка троекратный там салюты струны какой-нибудь такой просто так классно а запахи на это непростая роза да несомненно роза здесь есть здесь еще что-то подмешанный подмешано очень вкусная подмешано унисон это это какое-то пограничное это вот знаете вот есть мир древесных есть мир травянистых есть мир цветочных есть мир лиственных а этот этот как будто пошлынул только что по миру древесных потом заглянул мир листы лиственных вот за листья запах листьев и остановился наверно где-то вот в промежутке между травянистыми и цветочными никому не отдавая ярко выраженного предпочтения мой как интересно вот то что я сейчас вот этот стерженек на 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 нащупал он был знаете легка легка светло коричневого оттенка с таким проблеском зеленых вот этих вот вкрапинок таких прям очень вкусный вкусный блин очень хорошо да все все я готов чистая выбритая в дфс кожа все-таки вот здесь bbs вот эти вот мои места они не дадут мне этим станком до дельфина добиться здесь как ты не ходь ты тресни и даже несмотря на то что этот станок позволяет вам шкрябать доля поперек вы себе вреда не причините при условии что у лезвия подобрали но все равно здесь выбрит выбрится мне лично от моей щетины без не а можно но это нужно будет блин прям а зачем это надо вот так вот если так что вот побочные вернее не побочные особенности этого лосьона со словом дмитрия это не просто лосьона парфюм так она собственно и есть и подтверждается то что там вот в интернете по ссылочке посмотрел то что мне предстоит проверить этот его парфюмированная особенность то что запах его держится на протяжении нескольких часов вплоть до 6 шлейф тянется это во первых во вторых использует лосьон в оси не обязательно будет использовать свою парфюмерную воду потому что он сам по себе достаточно силен силен и вкусен вплоть до того что его несмотря на то что это рода можно будет причислить даже к унисексу он нравится и мужчинам и женщинам плюс ко всему со слов дмитрий я этого не проверял но если у вас в ходу в летнюю пару какие-то свои авто шейвы легкие такие вот направленности бракара то вплоть до того что вы если и их будете использовать с этим авто шеем то этот авто шейф добавляет какие-то свои ноды нотки происходит сегрегация и вы получаете на выходе такое чего вообще даже не ожидали и это вкусно насколько вкусно я не знаю может быть просто вкусно может быть очень-очень вкусно а может быть вплоть до того что женщина на улице спотыкается я хочу что хочешь вот запах этот хочу но на понюхать может быть даже так я не знаю это надо у димы спрашивать но у меня чего-то такого летнего знаете дракаровского шипр что шипр сюда ну нет нет это было бы жестоко по отношению к этому запаху нет ребята 50 евро за 100 миллилитров но я думаю люди состоятельные которые в принципе-то так обеспечены но они даже не задумаются интересная хорошая штука сам для себя я точно знаю что навряд ли бы это позволил потому что полтос что-то как-то это знаете ну чё-то как-то я понимаю что она того вполне вероятно стоит ну блин вот этот запах для меня очень хорош очень-очень хорош но полтинник для меня наверно было бы прям сильно-сильно вот там в том что прислал дмитрий там есть один запах который меня и полтинником бы не остановил но блин это не лосье но мы к этому еще вернемся так все высох просто обалдеть просто обалдеть прям вот блин дмитрий алексеевич респект уважуха спасибо прям классная штука обалденная помазок ребята я я искренне раз за нас за всех что у нас последние пару тройку лет появилась компания которая нам позволяет приобретать себе бритвенные принадлежности скажем так бюджетно экономически достойном варианте вот есть вещи которые можно назвать дешевыми потому что они дешевые ну дешевка а есть вещи которые стоят недорого мы дешевыми вы их никак не назовете вы их правильно если будет назовете недорогие вот на наше счастье яки как раз вот в этой нише недорогих но качественных и подвязался практически вся продукция что есть в этой компании можно сказать ну медненько но чистенько то есть там нет такого вот такой блин там 50 100 150 баксов нет там такого не найдете но продукцию допустим где-то от двух евро до 30 35 сейчас не надо сороковник то вообще есть что нибудь нет по моему нет нифига вы найти сможете легко причем чтобы вы не взяли во всей этой линейке не важно что от 2 до 35 евро долларов вы скажем так процентов на 75 на 80 можете надеяться что вам это зайдет и процентов на 100 что это будет качественно ну давайте так 100 не будем рубить вот 99 и 9 потому что ну обракованных яковских вещах я не слышал кто не слышал напишите в контактах самое страшное что от яков я сам лично нарывался это то что мы прислали станок голову не до конца в ручку закрутили и во время вот этой вот стряски у него сломалась на силу меньше вы хотите так что тут вот вот это вот и тут мы имеем вот эти два помазка яки предлагают в одном флаконе в одном комплекте одну ручку и два узла одна из коих это у нас синтетика очень годная с характером упругая может даже массировать отличие от других которые она делает но вот я думаю что на сегодня это самый упругий синтетик который есть компании плюс ко всему барсутек да это не silver tip но ребята уж баланс то помните до 35 баксов за комплект но чтобы соблюсти нормальную цену нормальное предложение вот я так думаю как на самом деле я не знаю компания и придумала это причем все это оформлено должным образом мало того что ручка по эргономике от прошлых помазков содрали сами у себя и она сделана классно плюс увидели на крупном плане как они узлы атакуют культурно культурно и красиво особенно вот это вот задняя часть ну к минусам если так знаете вот просто взять все вот абстрагироваться и вот так и она в хорош хорош петь давай расскажи что там такого есть ребята вот сам для себя вот я минусов не нашел мне в этих помазках нравится все но особенность все же есть и эта особенность мне не очень нравится время от времени вот смотрите ну слышали да так вот это вот было ну вот опять вот опять ребят ну по большому счету мы с вами мальчики взрослые все прекрасно знаем что если вот такое вот у меня попалась и это вылечить могу на раз-два взял просто где-нибудь чего-нибудь там зеленчик маслица чё там не так а лопатой а так просто пальцем чуть-чуть провел занес туда и все и не будет этого ничего но все же на родном прям с магазина это есть вот это этот набор за 35 бакинских за два помазка с одной ручкой я могу с чистой совестью рекомендовать любому человеку кто ищет нормальный барсук и хороший массирующий синтетику вот это ребята да вот это вот прям классно мне нравится мне нравится ну правда нравится хорошая штука молодцы молодцы яки по поводу их подставок не молодцы конечно расширяются это дело но вот тут тут ребята на мой взгляд уже прям прям ударились во все тяжкие с одной стороны функционал этих подставок достаточно хорош можно как ставить так и класть и все казалось бы нормально но мне все-таки кажется что вот здесь вот яки с бюджетностью перри передели неправильно перегнули перегнули ну вот на мой взгляд этим подставкам не хватает веса 64 грамма ну так у нас танки практически все в этой ценовой весовой 60-70 то есть тут 60 и там 70 до распределение центра тяжести если вы вектор разложите но кто-то промоточил то знает в принципе то даст конечно возможность стоять особенно если вы будете не ставить а класть да да возможно во мне сейчас бузит какой-то там першиционист который у меня там зачастливом состоянии и который говорит слушай но ты привык неже ну а чё тебе вот это то это же не неже фу-фу брось как а бросить то не хочется потому что на самом-то деле интересно и вот тут во мне вот это вот борьба плюс ко всему на дон дышке это что зацепиться есть но были к другой стороны как глянешь на дон дышка там и надпись красивая поэтому ребята я вот своего отношения до конца не сформировал тут я вот между подвешенном состоянии с одной стороны я прекрасно понимаю что своих денег это стоит и зато сколько просит компания за эти подставки в принципе вот даже вот на эту фигню можно закрыть глаза с другой стороны я хочу что-то потяжелее и что-то такое ух или что-то ну вот прав я не прав я еще не знаю рассудит только время одно могу сказать изделие качественное за исключением дон дышка во всем остальном ребята не придеретесь прикольно интересная функциональная штука с внутренним диаметром 4,1 что позволит вам ставить и даже булаву которая сама летает но теперь пожалуй что и старт начнем с того что я вас прекрасно понимаю некоторых из вас уже там задрал старт дарам дарам да 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 есть такое дело но я должен был рассказать о всей линейке 1 18 090 69 я это сделал это крайне 069 я специально не делал подведение этого под предыдущим видео по поводу 1 18 головы потому что вот сейчас вот в этом видео я хочу собрать все в кучу и сказать что тот нынешний старт который вышел вот уже на протяжении сколько он девяти месяцев даже больше уже выходит мне кажется он уже сформировался сейчас со временем все больше и больше и больше мы будем работать по качеству геометрия станка уже не изменится будет с определенной долей вероятно стим меняться наверно все таки финиш мы будем стремиться еще к большему еще к лучшему еще более хорошему финишу геометрия как была так она здесь и законсервирована так она останется старт за все эти месяцы за все вот эти дни которые вот прошли там сколько полторы две недели с момента его релиза вашими словами вашими отзывами и вашими воплями радости даже порой доказал что он имеет право на существование он имеет право радовать он он может вводить состояние эйфории недоумения радости дети детского восторга он все это может но если он все это может своими головами 1 18 0 9 open closet 0 69 то пожалуй может быть и пора его уже отпустить пускай он сам идет в люди и люди будут дальше продолжать составлять о нем свое мнение на канале оставлю всего лишь 1 18 дабы пробовать телезы которые вот обещал вам составить о них представления и больше я наверное его теребонить трогать не буду лишь хочу сказать что 0 69 голова с моей точки зрения это великолепный станок на ежедневку это единственный станок который за все эти годы попробовал в течение четырех дней и он мне не сделал плохо у меня каждый раз была вот такая кожа один единственный раз какое-то лезвие мне там не пошло и он чуть-чуть красноты оставил но не более того да это не тот станок который будет людей жестко щетины выбривать bbs нет совершенно у него параметры не такие он заточен под мягкий станок ребята это мягкий станок и он в первую очередь зайдет двум категориям лиц первое любительным мягких станков и тем людям которым нужно ежедневно быть выбритым этим станком можно бриться каждый день не опасаясь причинить себе что-то вот в этой категории он хорош и лично для меня у него конкурентов нет из тех что я знаю по крайней мере да я знаю что вы его сравните с геймчейджем то 062 по 084 кому-то он лучше чем геймчейджер кому-то нет не суть самое главное что он может а уж как может вы это каждый раз будете определять сами но он это может точно голова 0909 гребенка не моя лучшая стезя средние станки но тем не менее многие из вас это сумели оценить по достоинству и некоторые сравнивали это не только допустим самым лучшим что у них было до того как а некоторые даже говорили что это как 41 по агрессивности но бреет гораздо мягче я рад что вы все это сумели увидеть разглядеть и теперь я точно знаю что и 09 к месту и 09 пригодилась и 09 что-то домогет не зря все это делали глава 118 ну как она осталась не разгаданной темной лошадкой так и осталась вернее как она была так и осталась потому что сих пор еще не один человек имеющий 118 бреющийся 118 так и не смог сказать что это вот похоже на это вот это примерно так почему происходит это с 118 я уже говорил повторю еще раз и наверное уже все-таки пора заканчивать голова 118 бреет также чисто как 41 голова но несоизмеримо мягче она мягкая она мягкий станок ее можно сопоставить носа hd34 возможно где-то там чуть-чуть даже на 0 9 от старта натянуть 89 эдвин джаггер мюля с хорошо подобранным лезвием но не эдвин джаггер не мюля 89 не hd34 не способна вам подарить того bbs и который дает голова 118 потому что она выбривает так что некоторые говорят даже 41 меня хуже побрила а некоторые говорят ну как 41 а некоторые говорят на нет еще 41 лучше но тем не менее это все говорите вы вот это голова 118 может этим видео я хочу подвести итог хочу отпустить старт и пускай он себе гуляю народе начиная с следующей партии как я уже говорил он пойдет уже за рубеж гулять там люди тамошние люди начнут составлять о нем представления а мы медленно и верно подходим к вам с вами к новому этапу к новой веке которая выйдет но я думаю достаточно скоро и следующая вторая сможет защититься перед вами перед народом а потом будет третье а потом будет четвертое и мы будем продолжать вас радовать 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 но ребята сколько бы станков не вышло от нас от home like я вам обещаю что вот пока вот по колесу не постучу пока под капот не загляну пока стекло не протру пока блин вот сам не буду уверен хрен вы увидите получите только то что нравится мне я теперь точно знаю что это правильно сделал потому что если нравится мне если ты сам делаешь то что тебе нравится очень велика вероятность что это понравится и людям ну что ж вот пожалуй что и всего на канале со стартом заканчиваем остается только 18 ну а вообще эпоха старта продолжается никуда она не делась все будет как будет на этом разрешите с вами попрощаться добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо ну и до новых встреч пока пока подписывайтесь на канал